В Балыкчи открылся музей природы. Теперь каждый турист сможет ознакомиться с удивительной природой и экологическими особенностями Иссык-Кульской области. Также в одной из школ открыли специальный эко-клуб для углубленного изучения наук. Подробнее в материале Аяны Дюшикеевой. Музей биосферной территории Иссык-Куль на въезде в город Балыкчи. Здесь у всех желающих появляется превосходная возможность увидеть разных птиц и животных, занесенных в Красную книгу. Например, лебедя, степного орла, горного барана, волка и манула. Причем все представленные макеты в натуральную величину. В первую очередь мы здесь организовали экскурсию для участия средних школ с целью воспитания, школьного возраста и привлечь детей к бережному отношению к природе. Также в целях развития экологии как науки в Саруйской средней школе Джитоогусского района был открыт специальный эко-клуб. В нем более 500 учеников углубленно изучают экологию, географию и биологию. Также в эко-клубе проводят исследования и занимательные кружки. Кроме этого, здесь активно готовят детей к олимпиадам. Мы очень рады, что у детей появился интерес к изучению наук. В эко-клубе они могут не только интересно провести время, но и получить новые знания. Также у них появилась возможность развития и подготовки к выставкам и олимпиадам. Также ученики Саруйской средней школы выращивают овощи и собственноручно создали питомник лекарственных растений. А недавно ученики начали выращивать еще и голубые ели. Кроме этого, здесь они готовятся к походам в горы и уборке побережья. Я думаю, важно, чтобы каждый бережно относился к природе и осознавал свою ответственность за ее сохранение. К сожалению, сейчас человек отдалился от живой природы. Но я рад, что в школе нам прививают любовь к родному краю и помогают сохранить природу. Подобные эко-клубы в школах необходимы, ведь здесь подрастающее поколение осознает ответственность за сохранение природы и понимает взаимосвязь всего живого. А я Надюшикеева, Нурка Мелясанов, Общественный Первый канал, Иссык-Кульская область. Продолжение следует...